Меня зовут Маркова Наталья Ефимовна, я из Института социально-экономических проблем Российской Академии Наук, руководитель Центра Коммуникативных Исследований и говорить сегодня я буду о планировании семьи, о организации планирования семьи и о социальных технологиях, которые использует эта организация для того, чтобы мы могли понять, что это за организация, как не относиться, тем более, что одна из активных проводниц политики этой организации депутат Думы Лахова является, насколько мне известно, депутатом именно от то ли города Екатеринбурга, то ли от области вашей, ну, во всяком случае, знаменитая дама, как раз знаменитость, конечно, сомнительная, но тем не менее. Лекция, как вы, наверное, видели в объявлении, называется «Планирование семьи. Европа, Азия, Россия». До начала перестройки о планировании семьи было в нашей стране представление смутное. Означает ли это, что граждане нашей страны не планировали свою семью? Полагаю, что нет. Полагаю, что в силу своего житейского опыта и своих потребностей, состояния семьи, состояния бюджета, безусловно, планирование семьи в той или иной степени осуществлялось. И было это планирование семьи в личной воле каждого гражданина. И происходило в соответствии с его личными установками и потребностями. Но вот случилась перестройка, и все реалии западной жизни оказались перед нами. В страну в нашу хлынула не только информация прежде запретная, но и проникли и стали проникать социальные технологии, которые активно использовались в западном обществе, да и во всем мире уже довольно давно. И у нас в стране об этих технологиях мало кто знал, или можно даже сказать, скорее всего, никто не знал, а только знали вот такое достаточно красивое и даже приятное название организации, ассоциации планирования семьи. И, казалось бы, что тут дурного, если семью планируют. Таким образом, вот организатор, организация эта стала, благодаря своему приятному и симпатичному названию, проникать в различные государственные структуры. Прежде всего, конечно же, необходимо было заручиться согласием Министерства здравоохранения, поскольку демография, медицинский аспект демографии, то есть гинекологии, педиатрии, все это было связано с Министерством здравоохранения. И вот в России стали возникать такие организации, которые финансировались западными фондами под самыми различными и, опять-таки, очень приятными для слуха названиями. Ну, например, защита матери и ребенка. Ну, кто же будет противиться или препятствовать такой хорошей организации? Правда, ведь надо защищать и материнство, и детство. Или, значит, забота о репродуктивном здоровье поколения. Ну, кто же будет возражать, что здоровье поколения, да еще и репродуктивное, надо защищать, заботиться о нем. Во главе этих организаций стали очень известные люди. Это были, в общем-то, и академики, и доктора медицинских наук, академики медицинской академии наук. И вот эти фонды, эти организации стали распространять ту самую информацию, которую, в общем-то, поставляла им вот эта ассоциация, Международная ассоциация планирования семьи. Почему-то на деятельность этих фондов вдруг посыпались жалобы, стали возникать возражения, даже судебные дела. Почему-то во многих городах возникли движения, противостоящие вот этой ассоциации планирования семьи. И почему-то возникали и выступали в основном православные граждане. Чем же это было вызвано? Ну, давайте сначала посмотрим, а что, собственно, такое эта организация планирования семьи, откуда она произошла, как началась ее деятельность, с каких, собственно, идей возникла, вот из каких идей возникла ассоциация планирования семьи. Безусловно, начало этой организации надо считать со времени, источником основным идей этой организации, надо считать появление некоего Мальтуса, британского ученого-экономиста, который еще в XVIII веке, в конце XVIII века, озаботился демографическим состоянием Британии. По его мнению, количество людей, нарождавшихся на свет, катастрофически пребывало. И численность населения в Англии достигла такого количества, таких масштабов, что людей стало гораздо больше, нежели вот возможности этой страны прокормить их. Что, по его мнению, нужно было делать? Ну, конечно же, ограничивать рождаемость, ограничивать деторождение. И вот Мальтус и его последователи принялись повсеместно распространять известные в то время средства контрацепции. Вскоре у Мальтуса появились последователи уже и в XIX веке. Причем последователи эти были, как правило, из высших, из правящих классов. Они и пытались внедрить эту новую идеологию, а это была именно идеология, поскольку она связана была с ограничением рождаемости, с уменьшением семьи среди нищих, среди бедных слоев населения. Значит, внедрялась эта идеология под тем предлогом, что экономически семья бедняка не может прокормить такое количество детей. И гораздо лучшее и для женщины, и для детей будет, если количество детей будет уменьшено. Надо растить столько детей, сколько можно прокормить, столько детей, сколько можно образовать. Но почему-то бедняки не спешили воспользоваться средствами контрацепции, которые среди них распространялись бесплатно. И количество рожденных детей все продолжало увеличиваться. Надо вам сказать, что начиная с 1814 года и по 1900 годы количество народонаселения в Европе увеличилось аж в три раза. Никогда до начала XIX века население Европы не превышало 180 миллионов человек. Но вот с 1814-1900 годы всего за 100 лет оно достигло 460 миллионов. С чем это связано? Ну, конечно, прежде всего с колонизациями. Европа всегда испытывала проблемы с территориями. И совершенно не случайно европейцы расселились по всем континентам. Потому что, как вы помните, наверное, школьные программы, с 1492 года открытие Америки позволило тогда уже перенаселенной Европе начать занимать другие территории. При этом обязательно надо об этом помнить заселение чужих территорий сопровождалось уничтожением коренного населения захватом не только значит территорий, но и каких-то богатств войнами. Ну, для примера, из трех миллионов населения Перу за 50 лет было уничтожено 2 миллиона 700 тысяч. Значит, в 18 веке оставалось всего 300 тысяч коренного населения. Значит, захватив Северную Америку, колонизаторы нуждались в рабочей силе и постоянно перевозили африканских рабов в качестве вот этой самой дешевой рабской силы. При этом в течение 19 века было вывезено около 6 миллионов негров значит, с африканского континента перевезено на североамериканский. При этом живых осталось 3 миллиона на каждого живого негра доставленного значит, в Америку приходилось по два трупа в трюме. Люди умирали от голода, жажды, инфекционных болезней, просто задыхались в трюмах кораблей и так далее. Ну, если не ошибаюсь, Спенсер, такой журналист английский, говорил о том, что для очищения территории от коренного населения, от индийцев в Америке, в Северной, использовалась, например, вот, раздача в качестве подарков одеял, зараженных чумой. Ну, вот, такие методы и средства использовали колонизаторы для очищения территории. Мы должны понимать, что цивилизация, западная цивилизация, это совсем особая материя, очень отличная от русской, российской, православной цивилизации, и мы должны хорошо отдавать себе отчет и в том, что, являясь христианами, католики, протестанты западные, это же тоже христиане, вот, они отличаются коренным образом от православия. И Россия завоевывала новые территории, но никогда мечом и огнем не насаждалось православие в, значит, других племенах, в других странах. Страны присоединялись, там, значит, ставилось лояльное правительство, но, тем не менее, убийства, извоевания территории не было никогда, и связано это было с огромными просторами Российской империи, с невероятными, никакой нужды не было уничтожать коренное население. Так вот, теперь вернемся к планированию семьи. Как видите, практика уничтожения народа была, в общем-то, исторически опробированной практикой для западной цивилизации, значит, уже использовав эту практику на населении других стран, Запад, в общем-то, перешел в конечном счете и к своей стране. Планирование семьи и социальные технологии, связанные с планированием семьи, как раз и основаны на таких социально-психологических практиках, которые уменьшают население совершенно незаметно для данного населения самыми гуманными способами. Начиная с начала XX века, планирование семьи пытаются вводить английские и американские колонизаторы в тех странах, которые являются колониями их. Но это удается только в 20-е и 30-е годы. Так, в 43-м году начинает активно работать ассоциация, британская ассоциация планирования семьи на территории Индии. Индия, как вы знаете, целиком была под властью английской короны, английской монархии, и вот ассоциация планирования семьи пыталась проводить там свои технологии. А у индусов в их национальных представлениях семья необходимо иметь сына. и вот пока не родится сын, деторождение не может быть остановлено, потому что иначе просто не будет выполнена миссия этой семьи на земле своей. Вот британцы решили, что надо для того, чтобы не рожали столько детей, предложить вознаграждение индусским женщинам. Когда рождается девочка, класть на ее имя какие-то деньги в банке и постоянно ежегодно пополнять их с тем, чтобы женщина больше детей не рожала. Но однако эта методика не возымела успеха, и женщины продолжали рожать детей. тогда где-то в 68 году было введено насильственное было введено насильственное стерилизация. Конечно же против были и мужчины, которые боялись соглашаться на эту операцию. Вы понимаете, что такое стерилизация? Это практически человек уже никогда не может иметь детей. Проделывается операция хирургическая определенная, человек уже лишается способности иметь детей, сохраняя при этом половую функцию. Мужчины боялись ослабления потенции, но тем не менее фонд по народонаселению ООН у него такая аббревиатура UNFPA дал на это 1 миллион долларов на проведение стерилизации индийского населения. Но тем не менее индусы выступили против и благодаря этому даже полетело правительство из-за того, что вот таким насильственными методами пытались провести стерилизацию. Но тем не менее этот способ стерилизации удалось вести в Шри-Ланке, в Индонезии, в Таиланде. Ну вот попробуйте себе представить стерилизацию членов Государственной Думы нашей или стерилизацию нашего правительства, мужской части населения, и вы получите представление о той степени унижения, которой были подвергнуты эти народы. Ведь по сути это настоящий фашизм. Несмотря на то, что он проводится вот под такими чудесными лозунгами планирования семьи. Ну кроме того, еще говорится о том, что это приведет к уменьшению бедности населения, о том, что социально-экономическое развитие стран Азии не поспевает за ростом населения. И вот у них такие условия жизни очень-то не слишком хорошие, так скажем. И вот по этой причине еще надо останавливать рост населения, уменьшать его количество. И вот когда подтянется социально-экономический уровень этой страны, вот тогда и население можно будет прибавлять. Но на самом-то деле, и это оказывается на проверку ложью, оказывается еще в 1890 году наш российский социолог Максим Максимович Ковалевский в своей фундаментальной работе экономический рост Европы доказательно объяснил развитие капитализма и связал его с интенсивным ростом населения. И действительно, вот те факты, которые я уже приводила, о том, что за XIX век с 1814 по 1900 население Европы увеличилось в три раза, и мы видим, что именно XIX век дал такой бурный рост капитализма в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах Америки. Это говорит о том, что увеличение населения ведет к развитию экономическому, к росту к эволюционному. И Ковалевский писал, что еще Лебихом, это немецкий экономист и философ, высчитано приблизительно, какое пространство земли необходимо для удовлетворения потребностей охотничьей семьи. При возрастающей густоте населения эта пропорция нарушается, и нет возможности обойтись без перехода к более интенсивным формам хозяйства. Вот о чем идет речь. Чем больше населения, тем меньше остается жизненного пространства, тем изощреннее становится ум человеческий в том, чтобы прокормить семью свою, детей, близких и так далее. Тем больше изобретений, тем интенсивнее жизнь и так далее. Таким образом получается, что планирование семьи в странах Азии, речь идет как раз о Индии, Пакистане, Шри-Ланке, значит, о других странах Азии, что планирование семьи, оказывается, останавливает эволюцию этих стран, останавливает рост и капитализацию этих стран и ведет при помощи современных методов контрацепции опять в темноту, в невежество и так далее. Вот такая интересная штука получается. Но, тем не менее, жонглируя цифрами, жонглируя цифрами международное сообщество, под международным сообществом надо понимать следующие организации, называю их поименно, на что бы вы знали, о ком идет речь. Фонд ООН по народу населению, есть такой фонд, который финансирует стерилизацию и распространение контрацептивных средств, аббревиатура ЮНФПА, ЮНЕСКО, тоже известная организация от ООН, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, и фонды, которые имеют обоснование на территории Соединенных Штатов Америки, фонд Форда, Пасфиндера, Рокфеллера, Международная Федерация планируемого родительства, Совет по народу населению США, Агентство международного развития США, вот все эти организации занимаются уменьшением населения в странах Азии. Но тогда возникает вопрос, а почему, с какой целью, вот они занимаются такой странной деятельностью, да, почему они тратят на это миллионы, почему они так озабочены и стараются распространить это на как можно большее стран. Так ответ здесь тоже достаточно простой, ведь колонии, каковыми являются все эти страны, требуют от пастырей, от колонизаторов постоянной заботы, постоянного подсчета вот голов своих овец, которых они пасут, поскольку колонии, как известно, используются западными государствами и территориально, и экономически, рабочие силы там используются, и вот как рачительные хозяева, они заботятся о том, чтобы количество ртов, количество голов вот этого рабочего скота не превышало каких-то норм, которые могут оказаться для них опасными, и совершенно не нужно на самом деле западным странам заниматься развитием экономическим и социальным этих стран, поскольку это угрожает их собственному благополучию, занимая перенаселенные уже территории с уже иссушенными, исчерпанными ресурсами, практически они паразитируют на вот территории своих бывших колоний, которые на самом деле, собственно говоря, и остаются такими ведомыми странами, ведь не секрет, что все эти страны зависят по-прежнему от своих бывших митрополий, и от Франции, от Англии, и от Соединенных Штатов Америки. Ну вот посмотрите, какими методами, например, планирование семьи действовало в Индонезии. Различные привлекательные цвета окрашивали дома тех людей, которые соглашались пользоваться методами контрацепции, за это им даже немного приплачивали. Но вот а те люди, которые продолжали рождать детей, их дома вообще не окрашивались. Вот представьте себе деревню, где часть домов привлекательные, свежие, чистенькие, окрашенные, это те, у кого нет детей, и облупленные, старые, какие-то, может быть, уже начинающиеся разрушаться дома, это те, у кого детей много. Вы знаете, вот такой метод очень быстро привел к желанной цели. Люди действительно перестали рожать детей в Индонезии. Сейчас там число детей на одну женщину снизилось буквально до одного-двух. Но дело в том, что такой метод можно сравнить разве только вот с практикой фашистов, когда они значит, евреям на одежду прикрепляли желтую звезду. То есть это то же самое, видите, такая же методика, методика позора. позорить тех, у кого много детей и возвышать тех, у кого детей нет. Ну что же, давайте теперь посмотрим, что в Европе делается с планированием семьи. С Азией вроде бы мы разобрались. В Европе, где в настоящий момент плотность населения в разных странах чрезвычайно велика, сейчас я вам приведу ее, Голландия, самая населенная страна в Европе, там 415 человек на квадратный километр. На втором месте Великобритания, здесь 240 человек на квадратный километр. Далее идет Германия, 230 человек на квадратный километр. Ну во Франции немного меньше, 180 человек на квадратный километр. Если мы сравним со странами Западной Европы и России, то мы увидим, что в России 8,6 человек на квадратный километр. Разумеется, практика планирования семьи для Европы является в какой-то степени спасением, поскольку исчерпанные ресурсы и перенаселенные территории с трудом выдерживают вот такую нагрузку, такое количество населения. Спасение Европы в технологиях, конечно же, вы знаете, что они там интенсивно развиты. Планируется семья очень просто. половое воспитание, которое и у нас в России сейчас пытаются активно внедрять под тем предлогом, что, дескать, дети настолько развращены, что только половое воспитание может спасти их от спида, сифилиса, других заразных болезней и от ранних абортов и беременности. На самом-то деле здесь все с точностью до наоборот. Половое воспитание, которое дети могут получить в возрасте семи, десяти лет, а это сведения о презервативах, о различных способах контрацепции, такое половое воспитание приводит к тому, что дети начинают либо раннюю половую жизнь и тогда имеют много партнеров, ведь по сути дело это развращение. Зачем же ребенку в семь или десять лет знать, как пользоваться контрацептивами, тем более, что на подобных уроках, наверное, вы знаете об этом, показывают на муляжах, каким образом можно одевать презервативы, как это нужно делать изучаются течения разных заразных болезней, которых дети бы в жизни не узнали, если бы не педагоги и прочее. Значит, либо раннее начало половой жизни и тогда отсутствие детей или один ребенок в семье, либо постоянное пользование презервативом, то есть уже половая функция у человека даже и не может осуществляться без помощи презерватива настолько приучается, раз с детства научили пользоваться презервативом, он все время и будет пользоваться контрацептивами и прочими методами. Это называется блокада репродуктивной функции, то, что происходит благодаря вот такому половому воспитанию. Либо под предлогом профилактики СПИДа, опять-таки, вот это еще одна социальная технология. Детей опять-таки учат обращению с презервативами под тем предлогом, что от этой страшной и чудовищной болезни можно спастись только вот при помощи этого приспособления. Еще один интересный момент. Оказывается, программа ассоциации планирования семьи под названием защита репродуктивной функции, оказывается, и эта программа имеет точно такое же содержание. И здесь надо обязательно детям научиться пользоваться презервативами. На том основании оказывается, что это спасет их от ранних абортов и значит спасет их репродуктивную функцию, которая может пострадать, если девочка сделает ранний аборт. Видите, как интересно получается. И от спида, и защита материнства, и детства надо презервативом научиться пользоваться, и защита репродуктивной функции, тоже презерватив. Ну, все, за что ни возьмись, везде надо обязательно научиться презервативом пользоваться. Значит, выходит на проверку, что все эти программы никакое не планирование семьи, и никакая не защита от спида, и не защита репродуктивной функции, небезопасность материнства и детства, а выходит на проверку, что это программы, блокирующие половую функцию, психологически блокирующие, потому что если человека с детства запугать тем, что без презерватива обязательно будет спи, то он и будет всю жизнь пользоваться презервативом, или запугать его, что вот это безопасный секс, а другой как кажется опасный, опасный это когда дети рождаются, а вот когда детей нет, это безопасно, все в порядке. Сейчас очень много плакатов мы видим, и в Москве, даже в автобусах, вот мне сын говорил, висел плакат, где молодой человек с девушкой взявшись за руки, бежали куда-то вот в светлую даль, там какая-то заря была, и на заре такой вот значит, вот презерватив, вот виднелся, написано было, что вот помните о безопасном сексе, ну вот какая-то такая чушь, или еще в метро тоже едешь, такой плакат висит, садится юноша на мотоцикл, а девушка ему надевает шлем на голову, а шлем такой вот с таким как колпачком, ну практически это презерватив на голову, значит, помни о безопасности, вроде ничего неприлично, вот так все хорошо, правильно, помнить надо, шлем одевать, ну вот, по сути, посмотришь, совсем другое дело имеется в виду, вот такая у нас безопасность, и такое у нас планирование семьи, ну давайте посмотрим теперь, поскольку мы добрались до России, как же у нас развивается все это дело, оказывается, несколько транснациональных корпораций, фармацевтических западных, которые выпускают и презервативы, различные лекарства вот из области педиатрии и для гинекологии, как раз и финансируют вот те фонды, которые проводят программы планирования семьи у нас в стране, причем, как я вам уже сказала, во главе этих фондов стоят люди чрезвычайно заметные, очень значительные, русские люди, которые являются академиками Академии Медицинской Академии Наук. Вы понимаете, в какую ситуацию вергли благодаря некоторым реформам наших медиков и наших преподавателей. Зарплата настолько минимальная, что жить на эти деньги, конечно, невозможно. И вот ежегодно, а то и два раза в год эти фонды собирают съезды, на которых присутствуют главные гинекологи, главные педиатры наших российских городов. Представьте, какие же средства на это нужно иметь, чтобы приглашать всех главных педиатров, главных гинекологов городов самых значительных областей, ведь их оплачивается дорога, оплачивается проживание в Москве. Вот здесь на этих съездах распространяются эти идеи новые о планировании семьи, идеи о обязательном использовании презервативов, и выдаются какие-то рекомендации о лекарствах, которые надо прописывать, о прививках, которые надо делать. При этом заметим, что занимается этим не Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения оказалось каким-то бесполезным придатком при этих новых фундах. Оказывается, практически политику здравоохранения в нашей стране определяют вовсе не Министерство здравоохранения, как нам бы этого хотелось и как мы бы это представляли. А вот Эти самые фонды с этими транснациональными корпорациями, которые, конечно же, навязывают и гинекологам, и педиатрам свои лекарства, дополнительно за это приплачивают. Будут рекомендовать врачи именно эти лекарства, будут получать они от этих транснациональных корпораций какую-то дополнительную плату. Таким образом наши врачи становятся дилерами вот этих транснациональных огромных организаций. И вот нам писали из Новосибирска и из других городов о том, что распространяется вакцина для детей, совершенно непроверенная, вредная, противоправное действие, распространяется самими медиками. Или я знаю случаи столкновения честных, приличных людей, врачей, гинекологов, которые не хотели внедрять определенные лекарства или не хотели давать рекомендации по применению противозачаточных средств определенных. Потому что противозачаточные средства не все такие уж полезные и замечательные, как это может показаться несведущим людям. Но тем не менее, все это происходило и происходит. Итак, подведя итог нашей лекции сегодняшней, мы можем сказать, что ассоциация планирования семьи – это ассоциация, сокращающая население, внедряющая совершенно определенную новую идеологию. Идеологию сокращения деторождения, уменьшения семьи или вообще разрушения семьи, как это, собственно, уже произошло на Западе, где в течение, по крайней мере, 50 лет во всю мощь работают эти организации. Ну, как мы поняли уже, это для них панацея некая, а для нашего общества, где плотность населения минимальна, это самоубийственно просто следовать рекомендациям организации планирования семьи. И могу вам сказать, что проводниками, как я уже говорила, идеи этой организации в Думе является у нас Екатерина Андреевна, по-моему, ее отчество, Филипповна Лахова. Недавно она приглашала на такое, как бы, ознакомительное собрание представителей православия, где оказалась случайно и я. И были там Берестов Анатолий Иванович, отец Анатолий, был, значит, Чаплин, была Ирина Яковлевна Медведева, еще несколько человек. Лахова страшно была испугана слухом о том, что православные люди ее из Думы выгонят, сместят. Вот такой слух разнесся, поскольку она знает, что многие православные борются с организацией планирования семьи и так далее. И вот она буквально там на протяжении часа всячески пыталась нам доказать, что она никакого отношения к этой организации не имеет. Вот она вообще случайно совершенно оказалась окриветанной, на самом-то деле она вот совершенно хорошая женщина и так далее. Но очень хорошо, слишком хорошо известно, что эта дама и собственный завод по производству презервативов имеет и неоднократно, значит, проводила во множестве регионов, вот, значит, политику эту и брошюры при ее помощи распространялись и так далее. Поэтому я думаю, что боится она небезосновательно. И, конечно же, вот присутствующим здесь православным, наверное, стоит подумать, а не отозвать ли такого депутата, который уничтожает Россию, уничтожает страну. При том, что плотность населения у нас 8,6, а убыль населения 800 тысяч человек в год, ежегодно, на протяжении уже 10 лет. Вот, наверное, все, что хотелось сказать. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. — Вы сказали о методах контрацепции, методах работы со школами, но ведь средств массовой информации тоже наслаждается. Обычный, самый вот у вас любит развлекательный журнал. — Я это заметил, но вы уже ничего не сказали. — Хорошо, спасибо. Да, лежит у меня здесь чудный журнал. Вот видите, такой красивый артист здесь у нас, Мерлин Мэнсон. И надпись «Ты гомик или педик?» Тестант от Мерлин Мэнсона. К сожалению, вот такими журналами, рассчитанными на молодежную аудиторию, сегодня наводнены все киоски. Я думаю, что и у вас здесь, в Екатеринбурге, этих журналов, что называется, навалом. И в Москве, когда в метро ходишь или на улице, везде эти киоски с огромным количеством журналов. Названия у них у всех могут быть разные, но содержание совершенно одинаковое, абсолютно одинаковое содержание. Значит, здесь обязательно будут рассказывать чувствительные истории о том, как обижают гомосексуалистов и лесбиянок, как они на самом деле любят друг друга, какие они трогательные, и у них вот такая единственная, отдельная любовь и так далее. Это распространение гомосексуализма и лесбиянства. Далее обязательно здесь будет информация о том, как мальчикам соблазнять девочек, а девочкам, соответственным образом, соблазнять мальчиков. Притом, видите, этот журнал рассчитан на молодежный сектор 12-18 лет. То есть вообще-то в нашей русской культуре в этом возрасте учиться требуется, и принято учиться. А вот здесь видите уже, чего рекламируют. Вот видите, вот он, сияющий презерватив, и написано «сверхчувствительные отношения». «Визит» называется. Это для 12-18-летних, ну весь сектор. 14, 13, 15 и так далее. Вот куда вы здесь не заглянете, обязательно здесь будет информация о сексе, обязательно будет информация о звездах, которые ведут себя. Вот и здесь, пожалуйста, вам полнота чувств. Видите? Видите, тоже еще одна реклама презерватива. И будет внедряться вот та же самая политика, которую проводит планирование семьи. Вся та же идеология. Разумеется, и поведение будет соответствующее молодежи. Вот видите тут. Вы все это видите, я думаю, у себя в городе. Вы это видите, к сожалению, и на окружающих ребятах, и все прочее. Практически вся идеология сейчас направленная на молодежь и на детей, связана вот с этим ограничением рождаемости населения путем навязывания совершенно определенных новых способов полового поведения. То есть разнузданное поведение половое, частая смена партнеров, обязательное использование контрацепции, что в конечном счете даст нам в скором будущем еще больший прирост, если так можно сказать, еще большую убыль населения. Прирост убыли. Еще большая убыль, конечно, населения. Потому что когда в репродуктивный возраст войдет поколение нынешних 14, 16, 18 лет, а это будет уже через лет 5-7, практически рост населения замедлится еще больше. И будет уже убыль не 800 в год, тысяч, а будет убыль там полтора миллиона, может быть. Так что давайте думать, что делать. Надо ли лаху оставлять там в Думе, пусть дальше проводят политику семьи, планирование, или что-то может быть изменить. Как же церковь борется с этим бездобранием? Вот я с вами здесь разговариваю, видите, я так борюсь. От имени церкви, может быть, тоже. Конечно, церковь – это мы, понимаете? Как же отдельно, тем более православная церковь, где все принято решать скопом, миром. Что православные скажут, как решат поступать в соответствии с нравственностью своей, так и будет, понимаете? Все ведь от нас зависит. Разве кто-то за нас будет это делать? А вы разве не в церкви? Вы разве не принадлежите православной церкви? Все мы должны сделать все, что можем, все, что в наших силах. Даже если просто голос подать свой, то это важно уже. Вопрос. Где вы только в Лахове? Конечно. Как это огромное, огромное, огромное. Безусловно, конечно. И просто уж Лаховы, поскольку я в Свердловске, я и долблю про Лахову. Думаю, бывший Свердловск, простите. Екатеринбург. На самом деле, какие мероприятия, ну, если вам известно, конечно. Можешь человек проводить, ну, в своей семье, среди своих друзей, среди своих знакомых. Вот один человек, он знает информацию, что он может делать, чтобы, ну, как-то, может, на бытовом уровне это изменить. Можешь ты подробно на бытовом рассказать? Ну, что можете? Конечно, безусловно, если вы попадете в среду людей, которые уже ведут соответствующий образ жизни, вам будет очень трудно с ними беседовать. Конечно же, они скажут, да ты с ума сошел, ты просто несовременный, вот посмотри, какие мы клевые, как у нас все здорово. Видишь, у нас нет комплексов, это тоже часто внедряется, надо быть без комплексов. У тебя комплексы, ты вообще отсталый. На самом деле, надо твердо стоять на своей позиции и примером своей нормальной человеческой жизни постараться сделать так, что это, конечно, человеческая жизнь нормальная, это не повод для того, вы не для того так живете, чтобы кому-то обязательно пример давать, но тем не менее. И, конечно, мне кажется, что надо говорить об этом людям и беседы какие-то проводить, и с тем, чтобы люди понимали, что происходит, потому что думают, что это так и надо, что это нормально. Но беда-то вся в том, что это было уже у нас. У нас еще в начале XX века уже пытались внедрять идеи Мальтуса, идеи планирования семьи. У нас была выпущена книга Августа Фореля, немецкого профессора, под названием «Половой вопрос», где уже тогда шла речь о том, что надо стерилизовать людей, и чтобы не было излишков таких народонаселения, что надо как можно раньше детям объяснять, что надо пользоваться презервативами и так далее. Так вот, я вам сейчас прочитаю, что об этом писал русский академик Бехтерев. Это был 1910 год. То есть это было, простите меня, 94 года назад. Вот что он говорил о стерилизации, например. Предлагаю даже делать в известных случаях операции, предоставляющие полную свободу половых отправлений и гарантирующие в то же время от продолжения потомства. Но значение этих операций равносильно в сущности операции, производимой в известных случаях над животными с искусственной желудочной фистулой и состоящей в перерезке пищевода и вшивании его головного кольца в кожные покровы шеи для выделения съедаемой пищи наружу. Так собаками делают. То есть перерезали пищевод, собака ела его, и выводила пищу через отверстие в шее. Такие животные могут есть без конца, так как вводимые в рот пищи выводятся тотчас же через отверстие пищевода. Представьте себе, что подобные же операции стали бы производить над людьми. Вот эти операции и производят над людьми. И у нас сейчас предлагают стерилизацию вводить. И все, что касается распространения контрацептивов, тоже Бехтерев говорил об этом, писал. Он говорил, что распространение контрацептивов, безусловно, следствие теории Мальтуса, писал он. Он говорил о том, что на самом деле это приводит к развращению людей. Люди перестают понимать, что на самом деле половая функция это функция деторождения. У них атрофируется чувство ответственности, такое, какое должно быть у родителей. и превращается половая функция в функцию развлечения, а не функцию деторождения. Вот что писал Бехтерев, это академик, ученый, величайший авторитет. И было это в 910 году. Сейчас как будто все забыли, все заново. Видите, пожалуйста, давай планируй семью, стерилизуй, распространяй презервативы и так далее. Мне кажется, сейчас нужно, кроме того, что идет накопление информации о планетам и семье, какие это организации, какие люди, надо уже принимать мир вероятно юридического характера, потому что вот газета «Вечерний Екатеринбург» появляется разворот, большая страница, посвященная легализации проституции. Нормально, да? Там красивая девушка, ну красиво, конечно, условно, и написано «Вечерний Екатеринбург» и написано «Это социальное зло». И там идет обоснование со стороны, в том числе и работников Кожевого института. Ой, какой кошмар. Лучше легализовать. Да, лучше легализовать, и контролировать это все. В другом номере той же самой газеты очень большая полоса, ну вся полоса посвящена пользе стриптизов, в том числе и мужскому. И как это обычно бывает, там приводятся разные мнения, хотя отрицательных обычно меньше, поскольку надо идею продвинуть. И в том числе обоснование главного секса-патолога области, которое говорит о том, что стриптиз, в том числе и мужской, является катарсисом. Да, да, да. Но это ужасно на самом деле, потому что... Я просто слышала, что наши законы позволяют возбуждать дела против таких вот людей. И, видимо, нам не хватает юристов. Но что-то надо делать, потому что мы возмущаемся, а они наступают... Наступают, конечно. Они платят деньги, разумеется. Вы на улице выпускаете? Настолько он в своем зрении слух приводит? Ну, что делать? Надо искать юристов. Надо сейчас... Надо, значит, в склачину, может быть, даже, по копейке какой-то, но что-то делать, иначе что остается делать? То, что легализация проституции ведет к прямо противоположному результату, об этом тоже уже написано давным-давно. Еще в начале века об этом писали, ведь в царской России была проституция. Так вот, легализация проституции, она привела как раз к распространению венерических болезней и так далее. Сейчас я прочитаю записку. А, хорошо, не буду. Ладно. Что вы хотели спросить? Я хотела спросить, не могли бы вы немножко подробнее сказать, какие изменения духовны у людей, которые используют пределы Киева, конвертические, в том числе стерилизации, потому что они же очень заживающие, и с ними... Вы знаете, мне кажется, это... Я просто не хочу ваше время занимать. Каждый разумный человек это понимает, какие именно духовные изменения происходят. Конечно, этот человек начинает жить вот такой разнузданной, в общем-то, половой жизнью, наверное. А может быть, у тех, у кого, кто стерилизован, напротив угасает эта функция. Я не физиолог, поэтому я не могу вам это сказать. Я занимаюсь социологией, социологией культуры. Вот в своей области я, значит, могу вам что-то говорить. А такие моменты... Я думаю, что по опыту своему, если вы подумаете, вы будете, наверное, информированы своей собственной душой, наверное, так. Еще есть вопросы какие-то? Вы не слышали такие чудовищные цифры в Москве. Сейчас я их озвучил для Андрея Коровых, хотя ранее программа действовала по линии ЦРУ США. Сокращение населения Советского Союза с 250 миллионов до 40 миллионов человек за 25 лет. Сейчас она корректирована. Андрей Коров, наш журналист, где-то полгода назад примерно, на своей передаче «Монент истинный», озвучил какие-то цифры. Сокращение народа населения Российской Федерации за 25 лет со 140 миллионов до 70 миллионов человек. Да, конечно, я слышала эти цифры. Они разные, но все они зависят, опять-таки, от средств информации о том, будем ли мы что-то предпринимать или нет. То, что они говорят, они делают это, безусловно. Надо вам сказать, что они и у себя планируют сокращение народа населения, успешно его производят. Во всех странах Западной Европы постепенно тоже сокращается население, потому что они понимают, что их слишком много. Но там рост народа населения, как мы поняли, уже произошел от того, что они использовали чужие ресурсы вообще, то есть паразитировали просто-напросто. Если бы они пользовались только своими, они бы так не расширились, не смогли бы. Поэтому, опять-таки, все зависит от нас. Да, они планируют нас уничтожить просто-напросто. Вот молодежь сделают такую невменяемую, и все, нам конец. Они рожать не будут, а мы уже не сможем. Понимаете? Вот и все. Давайте еще, если есть вопросы. А как вот эти западные страны без ресурсов? Как они без ресурсов? Они же паразитируют. Они в ресурсе вот сейчас наши используют. Вы же знаете, что за бесценок продали все наши нефть, газ и так далее. Это транснациональные корпорации стоят за Абрамовичем и за всеми этими дурачками нашими. Что вы думаете? Они такие разумные и пройдошистые, что сами заработали миллиарды и купили эти скважины. Откуда у них? Это же нищие какие-то научные сотрудники. Буквально постановка в том, даже в школе. Это буквально последний бой. Это разговор для взрослых. И это будет уважение. И в то же время это будет то, что мы хотим. Вы понимаете, в чем дело? Наверное, я не очень хорошо объяснила, недостаточно понятно, если вы говорите еще раз об этом. Ситуация в том, что нам навязывают эти программы. Мы не хотим их. И протестуют родители, но нам навязывают их. Понимаете? Иногда делают даже втайне от родителей. Я знаю, что два, по крайней мере, судебных процесса было на эту тему. Один в Вологде, один в Петербурге. Оба кончились не в пользу планирования семьи. В Вологде Лушников против Гинзина выступил. Это доктор наук педагогических, преподаватель Вологодского вуза против Гинзина, руководителя ассоциации планирования семьи Вологде. Гинзин распространял в Вологде вот эти программы для детей планирования семьи. Ну, Лушников вышел победителем. Я знаю, что там процесс был зубодробительный. Хорошо, да, я поняла вас. Конечно, это противоречие. Безусловно, ну что же нам остается делать? Есть вопросы еще? Я удивляюсь и слышу, что Аллахова все еще депутат. Да, да. Она прошла это по Божьему промыслу и дефекцию. Вот здесь 32-я больница была, сейчас она в клинической объединении 3-й городской больницы в 90-м году. Ее провела, представила коллективу, очень прекрасному врачебному клиническому коллективу здесь. Она детский врач по образованию. Представила директор института ОМА, она уже Станинка была. Я о ней никогда не слышала и не знала, но она отличалась и внешне, и по поведению, и по подготовке, и по речи, и по всему, по своему образованию, и совершенно от всех нас. Мыслила она как-то, ну, нет, на нашем медицинском уровне. Вот ее, она очень легко здесь прошла. Она отличалась в лучшую сторону или в худшую? Нет, она просто какая-то дополнительная. Помимо врачей для подготовки, для того, чтобы быть где-то для архатского власти, она еще какую-то подготовку и другую хорошую имела. А какую? Вот она хорошо владела речью, что ли, так? Нет, ну, она еще и, ну, не наш, не наш, чисто врачебном уровне она находилась, она еще какую-то общественную. Общественно-политическую какую-то, да? Да, и внешне, соответственно, она действительно родилась и куда угодно. То есть, может быть, она где-то ее обучилась, но она была в Лизка, универсина, потому что памятник отсюда. Она пришла после нее, действительно, на нас почему это непонятно было гонение. То есть, прекрасный врачебный педагогик нас живо раскидали. Нет, последний меня ушли. Чтобы никто не знал, что она там творила. Да, а ее одноклассник стал отходом из главного врача этой больницы, стал в раздоровье. Ну, там тоже какие-то передачи были о том, что скорая помощь тоже выступала против него. И вот, вот, отзывались о нем, о том, что он вступлением порядочного приема пользуется, и в убийстве выступала о том, что она выскажет сейчас. Конечно, от такого ей достанется хорошо. И вот, и я знаю, что это планирование не сегодня, но вы перечислили таких великих людей. А куда же смотришь, 30 лет? Мы же знаем прекрасно, что в школах преподают. Вот это все раздоровье. И детям говорят, родителям не говорите. Они же и смотрят. К этому плюс курение, ведь никто замечает. Конечно. Что они одеты, все в брюках ходят, что они все пиво пьют и везде и всюду, это по городу ходишь, знаете, ну, просто, ну, крайне редко кого видишь действительно достойно. Понятно. А вы спросить, что хотели? Вы их просто сказать хотели? Я думаю, что они и сейчас туда же смотрят. Они смотрят в свои карманы. Вот это я понимаю. Понимаете? Они 14 лет назад туда смотрели, и сейчас туда же смотрят. Она прекрасно все время перестали экраном, показывали ее. Но сейчас я телевизор не смотрю. Уже до сих пор ее показывали. Да, она вот недавно выступала. Она уже сошла. Нет, нет. Она после, значит, некоторое время не была в Думе, но сейчас опять она там. Опять возглавляет тот же комитет по делам женщин, семьи и молодежи. И опять свои, значит, вот замечательные идеи, конечно же не оставят. Потому что ее оплачивают. Оплачивают очень хорошо. Я когда-то еще раз скажу пару слов, только была крайне удивлена. Это было, может, много лет тому назад, когда еще телевизор не смотрела, задавала интервью давал наш академик по должному болезни, он не покойный филарофий, или дурналист, задает ему вот, что жизнь земная кончается, и все, да, человек умеет, и все. Он же все вот это, бизнес рекомендовал. Ну да, да. А потом, Господь, я сподобил интервью Горбачева послушать. Горбачев тоже в упор задал вопрос, а у него есть другой, тоже, что жизнь кончается, как земная жизнь. Да, больше все, но и человек умеет. Ну, Бог с ним, ну что с ним поделаешь? Видите, так что, поэтому, видимо, из той же... Может быть, наверное, да. Есть вопросы еще, задавайте. А сейчас проблемами народного населения на Урале кто-нибудь будет, вообще занимается или как? Ну вот, если вы начнете заниматься, может быть, кто-нибудь... Конечно, о плотности населения и о, значит, о том, какие процессы происходят. Безусловно, у вас есть какие-то институты, где люди занимаются вот этой именно проблемой и дают статистику. И эта статистика идет в сводную статистику России. Конечно, об этом, о процессах, которые у вас происходят, конечно же, известно. Если вы хотите о них узнать, просто наберите Урал, народонаселение, там и вам выйдут, наверное, несколько сайтов в интернете, там будет все написано. Мне кажется, впечатление такое, что просто государство невыгодно, но это деньги тратить и все. Ну, видите ли, дело идет не о государстве и не о деньгах, которые выгодно или невыгодно тратить, а дело идет уже о нас, о нашем существовании. Будем мы здесь жить, Россия, русские, и те, кто здесь хочет жить, если он не русский человек по национальности, ну, не знаю, татарин или еврей или еще кто-то. Вот об этом идет речь, понимаете? Вы еще тоже чуть ли не за голову хватаетесь, что население, допустим, уменьшается, да, Россия, но вы посмотрите реально эту ситуацию. Просто-напросто людям, люди, когда вырастают, не дают им достойного воспитания. Да. Потом, как бы, государство на выживание. Правильно, да. И дети просто-напросто, как только вырастают, они по подъездам шлятся, по улицам. Правильно, да. Это одна из частей общих проблем, ну, да. Так вот, мне кажется, даже чем больше населения, тем даже и хуже для нас. Вот видите, вы как планировщик семьи заговорили. Это... Нет, только не ответите мне, я говорю, что я фашист. Нет, да зачем? Вы не фашист, вы заблудшая овца. Только что же талдычила вам, что... Мы это кто не можем? Вы не можете лично. Но имеется беду, имеется беду, что вот наше общество пока еще не доросло. Не доросло, а когда же оно дорастет? Когда 70 миллионов останется, что ли? Это еще долго нам расти. Долго нам расти. А вы ошибаетесь, вы молодой человек. Либо вы будете действовать, либо вас будут уничтожать. Вот так стоит сегодня вопрос. А где это что значит? Здесь это нужно не перечисло, а, короче, умение. Правильно, вот и вырабатываете умение, совершенно согласна. Своим примером. Хотя бы своим примером. Кто чем может, ведь, ну... Что вы говорите? Планирование семьи во многих лишь школах. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Вот хотела... Если вы закончили, молодой человек, если вы закончили, я отвечу на следующий вопрос. Можно? Значит, мне задали вопрос. Во многих ли школах планирование семьи? И так, да? Насколько я знаю, в Москве практически ни в одной школе, ну, может быть, где-то я не знаю, но те, где я бывала, где я работала, планирования семьи нет. Потому что, во-первых, было стояние православных на эту тему. Во-вторых, как только появляются какие-то признаки введения этого предмета, сразу же родители хватаются за директоров, за учителей, сразу поднимаются крики, вопли. И в Москве эти номера не проходят. Понимаете, да? Потому что люди там боевые, там 330 человек на квадратный километр населения, почти как в Европе, очень плотное население, и народ там привык уже бороться, драться за свои права и так далее. Так что есть опыт в том, что, значит, можно побеждать это. Для этого надо организовываться родителям, для этого надо не отступать и привлекать к этому каких-то тоже действительно значительных, заинтересованных людей, чтобы они могли говорить свое слово веское от имени православных. Конечно же, уверена, что среди православных города Свердловска есть и ученые, и какие-то деятели значительные, которые, наверное, могут в этом деле помочь, способствовать. И кроме того, сейчас православие уже имеет различные общественные организации, некоторые из которых даже вот помогают в таких судебных тяжбах. Я знаю, что в Москве, значит, есть родительский комитет, такая организация, которая предоставляет юристов просто вот своих собственных для ведения таких дел, касающихся либо распространения планирования семьи, либо, значит, вот еще и беда одна, информация, информационная экспансия, вот и так далее. А можно у вас такой вопрос? Вы не можете сообщить нам адрес? Адрес организации? Нет, ваш адрес. Мой адрес, пожалуйста. Москва, 117-218. Нахимовский проспект, 32. Нахимовский проспект, 32. Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН. Пишется так. Институт социально-экономических СЭ. Проблем П. Народонаселения Э. ИСЭПН РАН. Руководителю Центра коммуникативных исследований. Марковой Натальей Ефимовной. Н.Е. Продолжение следует... Рунус.